Всем привет, это Ходят Слухи. Спасибо, что подписываетесь на канал, спасибо, что пишите комментарии. Кстати, ребят, когда вы пишите плохие комментарии, если там кто-то говорит, что ему насрать, мне не насрать, мне очень неприятно, я потом страдаю. Поэтому вы либо пишите конструктивную критику, либо ничего не пишите. Всем спасибо, кто подписывается. Все. Когда ты много раз натрахаешься. Выкладываешь видео, пишешь фокус. Не сказали, это сексуальный характер, мы удаляем видео. Ты чуть с ума не сошел. Ты приехал из Донбасса. Ну, что такое война? Я показывал фокусы мужикам по 45 лет. Приезжал, и мне уже говорили, вот у тебя такая стоимость. На вас очень много разоблачений? Разоблачил, заблачил. Рюди в жопу, короче. Большое интервью от Magic Five. Твой телефон, да? Разблокировай сама там, что эти Face ID или... Разблокируй. Все. Давай так, сначала я покажу на камеру, и это фокусы я покажу. У меня вопрос, а почему это кольцо ты всегда носишь? Это на случай, когда мне говорят, покажи какой-то фокус, а мне ничего нет с собой. Смотри, вот как раз я захожу на YouTube, здесь начинается какое-то видео. Это твой ролик, я так понимаю, да? Да. Реклама. Все. Главное, слышишь звук, он играет. Да. Да? Есть. Я звук выключу. Видно? Звук не играет. Теперь я сделаю так, чтобы никто не видел, я включу какой-то ролик на YouTube. Да. Вот в поиске. Я не должна смотреть? Да, ты не должна. Я сейчас пытаюсь понять, о чем ты сейчас подумаешь, до того, как я тебе сейчас скажу о чем-то подумать. Я положу телефон на стол. Да. Я тебе дам бумажку. Не переживай, я уже открыл его, надеюсь, он уже начал играть. Подумай сначала о каком-то песне. Ты же слушаешь музыку? Да. Какой-то песни, которая есть на YouTube, у нее есть клип. Ты согласна со мной, что на YouTube клипов миллионы? Напиши здесь, например, Макс Барских, Берега, то есть название песни автора. Есть. Ты думаешь, что это? Так, чтобы я не видел, то есть как бы, да, но ты можешь показать на камеру. Просто, знаешь, у меня была история, я показывал этот фокус, и когда я угадал, мне сказали, блин, но он мог что угодно показать, и любой человек сказал, типа, мог отыграть, что да, и ты угадал, типа. Поэтому, чтобы до того, как ты еще посмотришь, что было, ты пишешь вот там. Все. Ну что, покажи на камеру, чтобы все увидели четко. Сюда, да, показываю. Теперь, можешь положить на стол, куда хочешь. Сделай такую штуку. Вспомни этот кип. Блин, сложно вспомнить. Окей, мелодию сможешь вспомнить? Конечно. Напеть, в голове, не вслух. Да, да. Есть? Да, получается? Да. Напивай. Теперь сделай руку вот так. Как? Вот так. У тебя на телефоне подводи, вот так к телефону. Есть громкость, да? А, я поняла. Делай громче. Громче, громче, громче. А ну, посмотри. Это у тебя отключен звук просто. А ну, я нажимаю? Да, переверни, не переживай. А, уже можно? Да, да. А, слушай, да. Это же ожидаемо. Просто выключен звук. Это же ожидаемо. Это же... Да ладно, давайте Виталика чуть песню играет. Напишет мне про нас. Все, что у нас по факту в компании было, отчасти это просто была какая-то моя идея, которую потом Дима и я, и Артур реализовывали. То же самое было с Ютубом. Пацаны, вы меня заколебали, давайте снимать видосы. Они такие, ну, мы начинали снимать все на Инстаграм, говорю, мне не нравится, что там мало просмотров. Давайте на Ютуб. Никто не знал, как вообще заниматься Ютубом и что вообще делать. Сказал, пацаны, так, по 5 тысяч рейн скинулись, я еду покупать камеру сегодня. Пацаны скинулись, они всегда поддерживают в любых ситуациях, что бы ни случилось. Мы поехали, купили камеру, нам очень сильно повезло и все тогда закрутилось. Поэтому, считайте, я просто сказал, а давайте, и все началось. Так же самое было и с командой, как мы выступали. Все начинается со слов, а давайте попробуем. А какой у вас стартовый капитал? 15 тысяч гривен получается? Или это больше вложений было? Да, в Ютуб мы не вложили ни цента. Сколько денег ушло на реквизит? Вам же нужны реквизиты? Да, это вообще тысячи-тысячи долларов. Это не честь вообще. Артур это тот человек, который потратил, там у тебя один какой-то маркер, один какая-то, не знаю, колода карт или еще что-то, может стоить там тысячу долларов, допустим. Серьезно? Да, да, да. Вкусникам быть дорого? Это одно из самых дорогих искусств вообще, в которых существует. Ты не стеблась сейчас. Я не стеблась. Расскажи, ты в команде самый экстремальный. Как правильно называется то направление, которым ты занимаешься? Честно, вообще не люблю экстремальную магию, но так пришлось, что я своим образом именно соответствую этому жанру. И мне приходилось учиться этому. А так, у меня, люблю больше огонь, вот с огнем что-то делать. Как ты понял, что хочешь стать фокусником? Был парень, Ван Валентина, его сообщество лизнистов ненавидит, он раскрыл секреты фокусов. И он шел по телевизору. И в детстве я увидел этого чувака и понял, что он раскрыл секрет, а я повторил. Потом пошел к бабушке, бабушка увидела фокус и все. 20 гривен аж на минуточку. А, 20 гривен заработал? Да, купил колоду карты и понеслась. Манипулируем, манипуляция картами, вот это все. То есть на картах то же самое, что Никита делает, ты умеешь? Тут уже кто больше отдается. То есть правильно, когда Дима сказал, каждый может повторить все, нужно время. Поэтому по факту каждый отдавал свое время тому, что ему нравилось. Никита отдавал карты, мне там ему нравятся карты. Но по факту технику, базу, основу мы знаем все с картами. Если вспомнить универ, когда от тебя пришла вообще идея создания, ты знал, что это дорастет до таких масштабов? Рассказываю историю, как я решил создать команду. Я очень много в свое время читал книг. Меня бесили мои одноклассники, которые постоянно бухали, гуляли, чем-то занимались, ни черта не видели. Я понимал, что вот через год это будут просто люди, которые не знают, чем заниматься. И все закрутилось так, что я там нашел книгу «Дума и богатей». И там было написано, думаешь, что ты будешь зарабатывать миллионы, все. Я прихожу к своему продюсеру, человеку там 45 лет, у него бизнес, я говорю, короче, смотри, тут такая тема. Думаешь, получаешь, прикинь, продюсер такой, Никитка, ты молодец, иди нахрен. Но в итоге я сидел в маршрутке, еду, думаю, Дэвид Копперфель, так, он создал шоу 18 лет. У него, думаю, так, быстро выхожу с маршрутки, вижу надпись «Манхэттен», сразу бегу, говорю, у меня есть крутое шоу на несколько месяцев. У меня летом будут иллюзионы, у меня ничего не было. Я такой сразу, у меня ничего нет, пацаны, единственное, кого я знаю, это вы, давайте что-то делать. И все, и потом мы начали делать, оказалось, что Артур занимается тем, Дима занимается тем, я занимаюсь другим, и в итоге это может сделать огромное какое-то крутое шоу когда-то в будущем. И мы такие, а давайте начнем. Если ты будешь думать, что ты не добьешься ничего, ты реально не добьешься. Я такой дурачок по факту, который, а давайте сделаем, а не получится или получится, увидим. У вас сейчас через год получается почти 3 миллиона подписчиков. Вы ходите спокойно по улице? Мы практически не выходим на улицу. Почему? Мы работаем все время. Ну а если бы выходили? Почти год мы работаем без выходных. Я читала твое интервью, ты сказала, что в первый месяц у вас было 50 тысяч подписчиков, а потом ты смотрел какую-то авторскую школу YouTube Creators. Было наоборот. Мы сразу создали канал и хотели набрать подписчиков. И мы учили везде, какую информацию можно было найти о том, как стать блогером, что влияет на YouTube, как работает YouTube. YouTube сам предоставляет. У нас и школа по тому, как начать, что делать. Там есть очень известные люди на русском YouTube, которые учат и рассказывают, что надо сделать. И вновь раз посмотрели, помню, урок был от Кости Павлова и Макса Брандта. Они сказали, что первое, что нужно сделать, это коллаборация. Вы должны с кем-то проколлаборироваться, чтобы он вас прорекламировал, рассказал о вашем канале, и чтобы какой-то начальный трафик поступил на ваш канал. Мы случайно, я нашел, вот это я скажу, что я нашел, потому что я нашел канал одного парня, он не очень известный, а Нарик Нарик. У него было 200 тысяч подписчиков на то время, блин, у нас там было 0, у него 200 тысяч, это очень, типа, много. И самое интересное, что он еще делает такие ролики, которые не 200 тысяч набирали, а миллион, полтора, два, вот в среднем у него всегда такие. А что у него там за контент? Лайфхаки. Он показывал лайфхаки, что-то там, ну, очень, вот в то время это был пик популярности лайфхаков. Мы тоже думали сразу делать фокусы с лайфхаками, первое видео у нас такое, ну, там называется лайфхаки. Он мне ответил там спустя неделю, я говорю, давай снимем видео, мы тебе раскроем пару фокусов, ты их показываешь на своем канале и скажешь про нас. Вот, и выгода его была в том, что мы ему расскажем те фокусы, которые он вряд ли найдет в интернете. Мы связались с ним, сняли, мы сняли сами фокусы, как они выглядят, показали их, а он снял на них секреты. Выложил это видео и в конце он сказал, шестой фокус, мы снова его показываем, у ребят на канале, переходите и узнаете секретово там. И вот всего видео оно за месяц набрало миллион, и нам пришло там вот как раз 30 где-то тысяч 50. И мы заметили, что вот там, ну, он дал нам трафик 30-50 тысяч, мы выкладывали видео и оно сходу набирает 50 тысяч там за час чуть ли не, или там за два. И потом на этой связи появилось так, что какое-то третье видео, по-моему, мы сделали, оно набрало миллион за месяц. А с миллиона просмотров уже еще плюс 50 тысяч тебе подписалось на канал. У меня что-то не подписалось на канал. Но это зависит от твоего продукта. Конверсия в подписчиках. То есть просмотры зависят от названия и картинки на видео, а подписчики от того, что в видео. Человек смотрит и говорит, я хочу продолжать это смотреть всегда, я подпишу. Скажи, почему у вас канал называется Magic File, а сайт Wonder Makers? Это у нас есть дизайнер, который рисует. И вот мы давай с Димой думаем, как будет называться там наша команда и так далее. Я помню, когда я в съемной квартире, я ему, а давай вот так назовем, а вот так. А он же, ну, слышит название и думает, как это нарисовать. Ну и так получилось, что я сказал, что там Wonder, знаешь, как надо там Magic придумать как-то по-другому. Мы сказал Wonder, и потом он что-то добавил, в итоге мы это соединили, и вот получилось так, как получилось. То же самое было и с Magic 5. Мы тоже думали, как назвать сразу, если связано с фокусами, это должно быть Magic. И все, Magic. Потом Дима говорит, смотри, лайфхаки. Я говорю, ну все, Magic 5. Дима, да, Magic 5 круто. Бывает часто, что я, допустим, скажу Magic 5. Дима, не, говно, не, плохо. Потом через пару минут Дима говорит, Magic 5. Я такой, не. А потом такие, а это же, если нам пришло вдвоем, это значит, что-то... Значит, что-то есть. Да, в этом есть, и все. Потом приходишь к Ардуру, Артур говорит, что? Согласен. В самом начале, когда мы только создали канал, и я узнал у Анара, что вот, ну как работает YouTube, мы были близ. Значит, нам надо менять рубрику, не лайфхаки делать. Мы что, мы фокусники, снимаем лайфхаки, как-то странно. Вот. Мы фокусники должны снимать фокусы. Мы сделали рубрику 5 фокусов плюс обучение. Было 5 фокусов с напитками, 5 фокусов с купюрами, 5 фокусов, не знаю, еще с чем-то там. И что, они поперли эти фокусы? Это рубрика, что там топ, что-то там вообще сразу взлетало. А у нас было совмещено и фокусы, и это топ-5 типа, и так далее. И у нас был канал сначала Magic Lifehacks. Да. И он переименовался в Magic Fiveh, потому что все видео 5, 5, 5, 5, 5 были, начинались с цифры 5. А скажи, зачем вы снимаете разные видео, которые больше похожи на погоню за хайпом? Там, провести в воде столько-то часов. Ну смотри, вот я тебе объясню, логика какая вы. Мы снимали фокусы. Если бы мы снимали просто фокусы, вот выкладываешь видео, пишешь фокусы, и все. И показываешь фокусы, не набирало бы ничего. Если коротко получается, люди хотят создать свой канал, иметь много подписчиков. Сначала делаем коллаборацию с кем-то, пишем все. Да. Кто этот человек, который согласится, непонятно. Но стараемся. Потом следим за трендами, правильно? Сначала быть уверенным в своем продукте, что вы делаете все круто и качественно. И обращать самое большое внимание на картинку и название видео. Что у нас, что у Моргенштерна была. У нас недавно была ситуация. Знаешь Моргенштерна? Да. У него была ситуация, когда у него видео висело на первой вкладке в тренде, а 80% видео состояло из черного экрана. У него видео шло 2 минуты. И потом тупо вот так обрывалось, и шел черный экран еще 8 минут. И на ком это месте? На первом месте это не было. На первом месте в тренде. И у нас была ситуация с предпоследним видео, в ледяной воде, где мы сидели. Да, вот я так на вас и попала. Да, заходишь в тренд, и видео не проигрывалось. Я смотрю, нифига себе, там идут просмотры, шуруют очень сильно. И потом так резко, там с какого-то огромного количества, ноль. Можно писать комментарии, можно ставить лайки, дизлайки, но оно не играет. Просто черный экран. И оно вот так было 12 часов. И мы еще снимали историю, что, блин, капец, мы на первой вкладке в тренде, а видео в черном экране можно. Но там YouTube как-то объяснил, да? Никак. Были неполадки, извините. Мы выложили видео с чат-рулеткой, где на реакцию одну из фокусов девушка показала грудь. И мы это заблюрили. Мы знаем правила YouTube, что, ну, как бы, правила цензуры, ты можешь обнаженные вещи показывать, если там, например, у девушек со скейт зацензурены. Вот. Мы зацензурили и блюром, и сверху еще огромный стикер налепили, и считали, ну, окей, все нормально, нас не могут перегляться к нам. Мне это не сказали, это сексуальный характер, мы удаляем видео. Они удалили раз, я подал апелляцию, мне вернули видео. Но оно очень долго было недоступно, и уже не набирало просмотров, я решил поменять теги, поменять название, чтобы оно перезагрузилось, как-то так. Перезагрузилось, снова удалилось. Я снова подал апелляцию, мне снова вернули видео. Через полдня мне снова удаляют видео и не возвращают вообще. Расскажи, ты из Черкасс. Ты перед тем, как поступить в университет, уже там выступал с фокусами? Да, да, да. Я уже, когда поступал, у меня уже было налажено выступление, я постоянно где-то выступал, постоянно разорвал все мозги. Я был таким, который приходит, мне говорят, да, у нас тут такая публика, которая ничего не умеет. Я приходил, разорвал всех в клочья просто. И тогда уже вся Черкасская область знала, что есть вот такой артист, который может приехать, разорвать любой зал, который там был. Ну, там все равно же уровень, какой тебе нужен. Это регион, скажем так, в котором мало что видели, поэтому это отличное место, с которого можно было вообще что-либо начать. А когда ты выходишь и показываешь, у тебя есть какое-то общение, потому что, когда мне было там лет 16, у меня были друзья, которым по 25. То есть, поэтому тогда мне интересно было общаться с такими же людьми. Когда я показываю фокусы, я показывал фокусы там мужикам по 45 лет, они офигевали, я их подкалывал. Они думали, что ты такой дерзкий? Я говорю, где жопу, короче. И все. Ну, что такие всякие любимые шутки были? Ну, они так меня все любили, подходили, там чуть ли не обнимали, целовали. Говорили, у тебя большое будущее, у тебя все получится. Меня это всегда заряжало, я всегда люблю общение. Для меня общение это вообще то, ради чего я живу, можно так сказать. А сколько ты получал денег за первое свое выступление в Черкассах? Ну, там было, я не выступал как парни, допустим, за 300 гривен. У меня было сразу где-то полторы тысячи гривен. То есть, ты сразу нормальную цену загнал? Просто тогда, когда я заходил, я один раз выступил за 200 гривен, после чего мне сказали, все, у тебя такой стоимости не может быть, у тебя вот тысяча гривен, это твой минимум. Я просто меня нашел чувак, который занимался продюсированием. А, я поняла. Это как бы мой а-ля папочка был, который понимал. И поэтому я себя не продавал. У меня сразу, я приезжал, и мне уже говорили, вот у тебя такая стоимость. Когда мне было там лет 16-17, я мог там 10 тысяч гривен заработать за пару дней. Именно, когда, в декабре. Но я сам ничего не продавал. Я просто приходил, показывал, меня продавали, и все. Ментальные фокусы может каждый делать? Или нужно обладать какими-то умениями для того, чтобы делать то, что делаешь ты? Мне кажется, это очень трудно, потому что ментальный фокусы – это не экстрасенс, не человек, который из космоса берет информацию. Но в то же время это не просто человек, который орудует только психологией. Это смесь всего. Это комбинация твоих навыков, твоих харизм, психологии, фокусов, НЛП. И когда ты это все комбинируешь, то ты, в принципе, доводишь до того, что вот когда ты на уже таком примерно уровне, как я, я при обделенных условиях могу реально чуть ли не говорить каждое твое слово, которое ты говоришь у себя в голове. Для этого нужно, чтобы были какие-то мысли в голове. Да. А если их нет, тогда что? Тогда ничего, я скажу, ты ничем не думаешь. Ты можешь повторить фокусы, которые делает Артур, или которые делает Никита, или нет? Трудно сказать. Теоретически все можно повторить. Просто они на какой-то фокус потратили несколько лет. Если я потрачу те же несколько лет, я повторю. Но зачем, если это уже умеет делать Артур или Никита? А вот эти твои фокусы, которые связаны с тем, чтобы зашить рот, это же Шапик раньше делал, но он делал это не на... Я, честно, я не видел. Не смотрел, да? Я скажу честно, зашить рот пошла идея от Дэвида Блейна. Он первый, кто это круто реально показал. Он это сделал один раз, правда, на телешоу, но репетировал. А я как-то так вот, не потренировавшись, сразу три раза подряд прошивал. То есть 12 проколов. Даже чуть больше было. Там реальные проколы у тебя, когда ты зашиваешь? Да. Я смотрел сначала фотки, где реально можно прокалывать, чтобы ни в коем случае... Ну, пирсинг. Ну, и точки себе маркером поставил. Это за день до видео. И сначала там выпил спирт, проткнул. Фух, работает, все классно. А в день съемки все, там было больно. Прямо я не знаю почему. Вот так вот прям? И еще раз? Тоже? Конечно, мама знает, чем ты занимаешься? Вообще родители в курсе, где ты сейчас? А с родителями какие у тебя отношения? Мама это тот человек, который вообще, считай, меня создала. Это тот человек, у него большие проблемы со здоровьем были. И говорили, что она умрет и так далее. И врач, который ей поставил диагноз, сказал, что ты не проживешь и полугода, уже умер, а мама живет. И там такая ситуация, что я тоже не должен был вообще родиться. То есть мне сказали, либо ты умираешь, и твой ребенок убирает. Ну, как бы маме сказали. Либо, собственно, все будет хорошо, но у тебя будут большие проблемы с организмом и так далее. То есть не знаю, ты выживешь или нет. В итоге, так получается, мама сказала, тьфу на вас, я рожаю, мне все равно, я ради этого живу. Потому что у меня тогда была красная волчанка, как бы сейчас есть. Это очень страшное заболевание. Но если ты ее видишь в жизни, это светлый человек, она выглядит вообще шикарно. Никогда в жизни ты не скажешь, что у нее какие-то проблемы со здоровьем. Потому что она очень сильно верит в Бога. И поэтому ей это помогает психологически. И она уже очень долго живет после всех тех ситуаций, которые у нее были в 20 лет. То есть он только у меня начинал жить, у нее сразу все. Я почему именно такой идеиной что-то делать? Потому что я никогда не гулял. Мне мама говорила, ты должен чем-то заниматься. Я только со школы, у меня там перерыв. Я иду на музыкальную школу, я играю на гитаре, играю на фортепиано и так далее. Потом после школы я иду на футбол. После футбола я иду на теннис. После тенниса я иду на вокал. После вокала прихожу домой, посмотрел сериал «30 минут», лег спать. И у меня все детство вот так и было. И я, как обычный ребенок, я не понимал, аж как может быть по-другому. Но у меня не было такого, что мама там тиранша и так далее, потому что меня переубедить в чем-либо невозможно. Мне мама говорила, встань в угол, ты наказан. Я говорю, все, пока. Открывал дверь, уходил, меня там 2-3 дня не было. Потом мама звонила, вернись, пожалуйста, домой. Они были не против, да, чтобы ты пошел учиться на фокусник? Мне было насрать. Я начал увлекаться фокусами, начал увлекаться, потому что с детства любил и мечтал стать супергероем. Я всегда хотел обладать суперсилой делать то, что не могут делать другие. И когда я начал увлекаться фокусами, как раз это и позволило. Мне почувствовать себя супергероем. Например, кем ты увлекался, кто из фокусников тебе нравился? Нет, это были именно супергерои. Я с детства увлекался, ну, как Марвел, супергероями. Именно с мультиков, с фильмов. Это не были фокусники. Но вообще, одни из первых, которые я смотрел, это Дэвид Копперфильд Шоу. Дэвида Копперфильда была основная в детстве у многих из нас. Потом уже, когда я начал увлекаться, я узнал о Дэвида Блейне, о Динаме, о других фокусниках. Но в основном меня вдохновили именно супергерои, что-то фантастика и так далее. Я начал увлекаться фокусами, дошел до 11 класса. Где-то с 8 класса или 7 я увлекался фокусами. И получилась такая штука, что я хотел стать оператором, потому что я все время, как начал увлекаться фокусами, параллельно второе мое хобби было, это монтаж видео, съемка видео. Я учился монтировать, делать эффекты. И я комбинировал это. То есть я снимал фокусы, а потом применял свои знания в монтаже, чтобы эти фокусы сделать красиво, под музыку, нарезать и так далее. И я постоянно выпускал какие-то ролики любительские, но на те фокусы и так далее. Ты родился в Киеве, получается, вырос. У тебя есть брат старший, да? Да, да. И вас воспитывала в основном бабушка и дедушка? Бабушка. Только бабушка. Дедушка, а дедушка не воспитывала. Как проходило твое детство? Вы жили в достатке или не очень? Да, ни в чем не нуждались, по факту. Поэтому, наверное, я и смог сразу с детства определиться то, что мне нравится. Не было рамок, которые меня давили. Родители, правда, хотели, чтобы я был нейрохирургом. А куда родители уезжали? Им приходилось, получается, ездить за границу, чтобы вас обеспечить с братом или как это было? Они журналисты. На газету «Бульвар» в прошлое время работали. И так получилось, что нет. Туда-сюда мотались, да? Ну и на карточку деньги бабушке перечисляли. И она так содержала. А брат был тебе как за папу или как это все было? Брат, скорее всего, был суровая школа жизни, чтобы я не алкоголь, не сигареты, не наркотики. Поэтому брат отыграл сильную роль в моей жизни, в воспитании и в поддержке. И даже когда в школе были драки, представьте, приходит такая машина. Но он не сильный у нас. Плюс лысый и с бородой страшный, короче. Какие у тебя были отношения с родителями? Родители мои в разводе были на тот момент, когда я переехал. Не помню, сколько времени. Но были хорошие отношения. Сейчас ты с мамой живешь? Сейчас я сам живу уже давно. А мама? Мама живет с братом моим и дедушкой. С братом у тебя плохие отношения? Да, с братом я не общаюсь. А брат, он от другого отца мамы, да. А ты переехал до того, как началась война или нет? Я приехал и через год или полтора началась война. А вспомни свои эмоции. Как ты узнал о том, что папа исчез? Мне позвонила мама. Был момент, то есть папа приехал в Киев. Он говорит, я тут проездом, еду куда-то. В принципе, все детство у нас были с папой достаточно натянутые отношения. То есть была такая вещь, что я считал папу каким-то тираном. Деспотом это, что он очень четко говорил, как он хочет быть. Что ты пойдешь на этот кружок. Неважно, хочу ли я при этом. То есть как бы, либо мне приходилось говорить, что хочу. Вот он так это ставил, что вот трудно было ему спорить. И сказать не хочу, как бы это все равно, что там, не знаю, убить тебя. Были моменты, когда я в школу не ходил порядка двух месяцев, но делал вид, что хожу. Ты уже оказываешься в Киеве, узнаешь, что у тебя на родине, получается, происходят такие события. Вспомни свои эмоции, что ты тогда почувствовал. Ты понимал, что ты уже обратно не вернешься? Я изначально туда редко уже возвращался. Я в основном туда возвращался из-за девушки. А потом она переехала в Киев. И вот с того момента я уже понимал, что мне нет смысла туда ездить. Ну вот так постепенно, с войной. И мама очень жалела, что мне забрала сразу бабушку и дедушку. Потому что они очень уперлись, куда мы поедем. Старики не хотели. Не важно, война здесь не война. Я, слава богу, на себе не испытал, конечно, вот это ощущение, что такое война. То есть мама знает, что такое война. Девушка моя бывшая знает, что такое война. Брат частично. Я не знаю до сих пор, что такое война. У тебя есть еще надежда, что тебе удастся встретиться с папой? Или ты думаешь, что? Я думаю, уже нет. Он просто ушел и все, да? Мама позвонила и сказала, когда ты общался в последний раз с папой. Я говорю, вот он неделю назад был в Киеве. Мы с ним увидели, здесь походили, пообщались. И он пытался очень наладить отношения. И действительно видно, что человек изменился. И мне появлялась к нему все-таки мой папа, родной человек. Я говорю, неделю назад папа был в Киеве. И она говорит, вот пришли жена его друга. Сказала, что они с другом пошли на рынок менять валюту. И их увели люди в форме. С тех пор их не видят. А скажи, сейчас ты с кем живешь? Сейчас с братом и его девушкой. И так получилось, что это они приехали меня поддержать. Потому что я жил один. Ну, сначала с бабушкой, но когда бабушка умерла, я уже жил один в этой квартире. И они решили, чтобы я с ума не сошел, поддержать. Потому что квартира большая, там трехкомнатная. Я один, у меня семьи нет. Поэтому я всегда в одной комнатке закрываюсь, и меня никто не слышит. А бабушка была главным человеком в твоей жизни? Скажем так, бабушка это вот мама, можно так сказать. Потому что первые трюки она видела, первые поддержки она, ну все она. И детство она. А сейчас родители тоже путешествуют? Или где они? Не-не-не, мама уже там со здоровьем. Сейчас мы помогаем, папа тоже уже ей. Идут все в Киеве уже. Сейчас в Киеве живете, но просто вы не вместе. Не-не, не вместе. Мне твой брат рассказал, что у вас была традиция всегда всей семьей собираться вместе. Но в этом году это было не так. Не, чисто мама, папа, я. И брат. Ну, и его девушка. Потому что бабушка всех собирала. И как это психологически на тебя отразилось? Потеря. Я, да, ну я журю, я сходил с катушек. Я разваливался фотографии ночью. Просто смотри, какая была ситуация. Она умерла, и в этот день у меня было два детских мероприятия. В 6 утра там уже приехал следователь, тело выносили. А я в это время собирал кейс на детское мероприятие. Должен приехать и деть. Хе-хей. И вот тогда я понял, насколько... Вообще, как определяется сильный актер? Он должен забивать на все и выполнить задачу максимально. Тебе святой Николай в детстве приходил? Да. Ты знаешь, что плохим детям приносят вот такую штуку? Пистолет? Да, пистолет. Знаешь, что мы сейчас будем с ним делать? Как тебя зовут? Меня зовут Рамина. Рамина. Вот так у меня так и напишут. Рамина, дай, пожалуйста, свою правую руку. Любишь кит-кат? Или тик-так? Или... Не помню. Нейтрально. Нейтрально, но ты не тик-так. Это разве не пульки? Это пульки, да. Я просто хотел, будешь их кушать или нет? Нет. Смотри, я засуну ее сюда. Чтоб все было честно, ты это видишь. А что мы будем делать? Да, но. Смотри. Пистолет заряжен. Я покажу тебе просто, что он стреляет. Возьми, стрельни прям вот сюда. Стреляй. Я только не в оператора, да. Хорошо. Ты видишь? Ну, короче, дырка. Вот. Это реально по факту игрушка. Но если стрельнуть в глаз, будет не очень приятно. Да-да. Будет не очень приятно. И реально может быть, ну, там, первый слой эпителия, или я не знаю, там, глазного яблока повредится, и можно остепнуть. Ты готова? К чему? Смотри. Я еще раз повторяю, все то же самое. Да. Пулька. Заряжаем сюда. Завел. Да. Держи. Не нажимай сейчас. Да. Ни в коем случае не нажимай. И самое главное, не бояться, доверься мне, все в твоих руках. Окей? Так. Готова? Не, я не хочу обойти игры. Да ладно, ладно, я шучу. Серьезно, серьезно. Смотри, я сейчас поставлю вот так. Нет. Я вот прям, серьезно, сколько раз я показываю этот фокус, это первый раз. Смотри. Просто нажми. Один раз на круг, давай. Просто нажми? Да, да, нажми. Ты точно проверился? Нет, я не знаю, получится. Один раз вот так вот. А! Ладно, да, нажми. Давай ты нажми. Жми. Чест? Да. Ну, давай пол. Нет, нажми, жми, жми. Так, смотрим. Не нравится. Да ладно. Это тебе на память. Вы с Артуром с университета? Да, мы все в университете. Я пришел в университет. Я уже тогда понимал, что я буду заниматься. Да, я младший специалист тогда был. Я, во-первых, я на младшего специалиста, они были как в бакалавра, стаж и так далее. Я пришел такой сразу уверенный в себе, скажем так. Меня все из-за этого не взлюбили. Даже парни говорили, что казалось, что я какой-то там типа нарцисс, который у всех, на всех вообще пофиг. Артура я сразу увидел, заметил, потому что я сразу, он выделяется из всех. Во-вторых, там Артур такой человек, который приходит в академию, любой парень, показывает фокус, Артур берет, вырывает колодука и говорит, вот так надо показывать. Знаете, как вот есть люди, которые задроты в одной сфере. Артур такой человек, который в фокусах знает все. И поэтому даже у меня была такая ситуация, что когда-то я пришел и показывал, что такое кольца, Артур, иди сюда, смотри, кольца это такое, вот так делается. Приезжаем на мероприятие, Артура отказывают в огне, говорят, огонь нельзя. Я достаю кольца, Артур, покажи кольца. Я не буду показывать кольца, я их не умею показывать. Говорит, а ты же мне показывал, как-то офигенно. А он прям шикарно. Те движения, которые учатся годами, там он нереальные темы мне показывал. Но в итоге он говорит, я не могу. Ну потому что это разные темы вот есть у фокусников. Но это тот человек, который разбирается в сфере. Ты очень много тренировался и повредил как-то себе руки. Мы с парнями ездили в этот, в Санкт-Петербург, на первую международную форму лизяниства. Он второй был, но для нас он первый. Дима уже второй раз на него ехал. И там я привез номер с огнем. И мне сказали, нет, нельзя по тех безопасности, ты не будешь выступать. И мы всякими путями, давайте так и так, как огнетушители. Нельзя. И потом я предложил, давайте я выйду и на улице его покажу, а вы будете транслировать на экран. Они согласились, а на улице было тогда холодно. И поскольку появлял огонек, огонь это бензин, поэтому есть свои секретики. У меня огонь, который горел, бензин растекся по рукам, и у меня горели руки. И я этого не чувствовал на морозе, было холодно. И я так, смеялся, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Потом, когда захожу, они все красные, и уже все прошло. Я вот задумывалась о ваших умениях, о том, что их можно применить в бандитской, например, сфере. В частности, вот эти все твои фокусы с картами. Можешь ли ты, получается, в игры разные азартные играть и выступать как спортсмен или как эти люди называются? Нет. Есть, ну, знаешь, когда ты играешь в покер, ты должен быть профессиональным статистом, ну, там, статистом, и как-то статистика, это, ну, короче, эта тема не моя. Я не математик. Я человек, который всю жизнь занимался что-то с руками связанное, я техник. Есть разные пути развития. Я могу выучить фокусы, удивлять миллионы людей, зарабатывать на счастье людей, а могу людей получать несчастье. Я только заряжаюсь от людей. Я показал фокус, там, ты улыбнулась, все, у меня день, я заряжаюсь. Я человек вампир энергетический, поэтому у меня куча энергии, я постоянно счастлив, постоянно у меня все хорошо. Просто потому, что я там показываю фокусы, я общаюсь с людьми, я у них забираю энергию. Все просто. Было у тебя такое, что приглашали куда-то в казино или в какие-то азартные места, чтобы ты там сыграл? Меня каким-то образом нашли мужики, приехали. Кто вазит или какие-то? Я не знаю. Я к ним относился как к друзьям, скажем так. Я, мне приехали, позвонили мне, сказали, выходи. И все, я сел в черную какую-то кабинку, меня отвезли, вывезли оттуда, привезли туда, вышел, ничего не видел. И они мне представили, какой мой там мальчик, знакомый, у нас я не нашел там крупье какого-то, вот он будет там это делать. И он сказал, ты мне там тасуешь карты вот так, у тебя полная безопасность и в конце ты получишь столько это денег. Я как малыш, который это все делал, я воспринимал это просто как игру, как типа давай попробуем. И поэтому я там тоже ему 4 туза там раздавал, всякие такие вещи делал. В итоге просто меня потом отпустили, дали денежку, все, я этих больше ребят не видел и все. Это была просто, знаешь, как дружеская обстановка. Я не знал, где я нахожусь, кто эти за люди, ничего не знал. Так сколько тебе лет было? Это было в районе 17-16. А, школа, да, где-то? Я очень плохо, у меня с памяти вообще побываю. Но они, получается, тебе не дали выбор. Хочешь ты ехать? А я хотел. На вас очень много разоблачений, в частности, на тебя. На меня? Да. То, что ты подставляешь на экране, например, загадываешь что-то, потом просишь, чтобы человек подтвердил, загадал он это или нет. И там у тебя на телефоне, получается, ну, те, кто тебя разоблачает, да, все, которые тебя разоблачают, они показывают, что ты просто там до этого времени, встретился с человеком, вот этот фокус с исчезанием. А, с исчезанием с исчезанием. Да, да. То, что ты раньше с ним встречался, просто там по-другому волосы лежат, по-другому вы стоите и просто вы на фотошопе выбираете людей. Супер, я хочу, чтобы мы с тобой вместе сделали селфи. Ну, я покажу фокус, где я попробую исчезнуть с фото, которого мы сделали. Меня нету здесь. Вот так, я просто взял эффект. Ну, есть такое понятие, как у любого фокуса есть секрет. И любой человек может в этом же суть, знаешь, когда фокус, они рассчитаны на то, что они будут показываться один раз, ты посмотришь на них один раз и все. В жизни у тебя нет возможности перемотать назад, посмотреть еще раз, посмотреть в скорости 0,25, посмотреть каждый кадр отдельно. Вот, как бы, а когда на Ютубе есть такая возможность, то, в принципе, если ты достаточно умный человек, много чего знаешь, то практически любой фокус можно разгадать. Ну, и как бы, ну, разоблачил, разоблачил. Просто есть такое понятие, знать не значит уметь. То есть, если ты не умеешь, не пользуешься тем, что ты знаешь, ты считай, не знаешь. То, что те разоблачения, которые сняты на вас, это в принципе имеют место быть, но и может даже чуть-чуть это правда или нет. Секрет, который они говорят? Да. Ну, в большинстве случаев нет. А, в большинстве случаев просто обманывают и клевета. Ну, они догадывают, то есть разный фокус можно сделать по-разному. То есть, действительно, есть фокус, где я вот, да, читаю мысли, но с другой стороны другой человек может такое же видео снять, сказать, скажи мне вот так, снять и сказать, типа, отгадал. Это будет его секрет. Но он же не покажет это в реальной жизни, на реальном выступлении, там, на тысячу человек этот фокус. Все поймут, что это была постанова или неправда. А я покажу. И вовсе разница. Расскажи мне, как вы попали на 1 плюс 1 и на квартал? Все просто. Мы познакомились с одним парнем очень интересным, Артем Гагарин. Ага, ведущий. Да. Он, собственно, работает в 95-м квартале. Мы, во-первых, так узнали. Потом нас с 95-го квартала уже увидели на мероприятиях, кучу раз общались. Пикалов, который нас постоянно видел на мероприятиях, он позвонил там Диме, сказал. Мы потом собрались, что-то они... Мы выслали им, там, мы с Артуром сели, выслали фокусы, которые у нас там есть, которые мы подумали под их идею, которую они нам дали, там, вот, жена, фокусник, что-то можно сделать, дали какую-то ситуацию. И потом из этой ситуации мы накидали фокусов, потом эти фокусы скинули им, они написали на него юмор. И все сделали, как бы, да. Вы еще будете, получается, с ними сотрудничать? Надеюсь. На самом деле, в дальнейшем мы хотим не только с ними сотрудничать, а мы хотим сделать так, чтобы наша компания была настолько шикарной, что это, допустим, они бы хотели, чтобы мы с ними работали. И мы этого безумно хотим. Я очень сильно уважаю 95-й квартал. Я вырос на творчестве Зеленского, я вырос на их фильмах, о фильме, знаешь, там, фильм о фильме, там, как, и вот, о жизни там Зеленского и так далее. И поэтому я просто, как я могу добиться высот, это сделать то, что видят миллионы людей. Это шикарно, это круто. И тогда, разумеется, и 95-й квартал будет видеть, что мы чего-то стоим, будет нас звать, потому что у нас очень много масштабных идей, которые мы хотим тоже реализовать на сценах каких-то крутых. Это все будет, просто на это все нужно время, и все будет. Ты можешь пойти на битву экстрасенсов, правда? Да, в этом же истоке. Чисто теоретически. Не знаю, смотрел ты или нет, есть очень много документальных фильмов о Гарри Гудини. Когда он уже был на пике своей карьеры, у него умерла жена, и он очень хотел с ней связаться с помощью экстрасенсов, но каждый раз, когда он приходил к ним на сеансы, они делали какой-то фокус, и он тут же говорил, как он делается. Он включал свет и говорит, вот тебе нитка, вот тебе здесь, вот этот колокольчик, он вот поэтому звенит, а не потому, что здесь дух моей жены. И он разочаровывался в каждом экстрасенсе, и всю оставшуюся жизнь, пока не умер, он разоблачал всех экстрасенсов. Не было ни в то время ни одного человека, который бы доказал ему, что он настоящий экстрасенс. И сейчас мы то же самое верим, что нет экстрасенсов. Недавно у Николая Соболева вышло разоблачение экстрасенсов. Почему ты думаешь, в России, в Украине эти программы настолько популярны? Люди верят в это, люди верят в свою веру. Почему религия испокон веков считается очень масштабной верой, в которую все верят, практически все люди власть на религии. Ну блин, для твоих экстрасенсов и религия это разные вещи. Для меня нет. Для тебя нет? Нет. Для тебя что вера в экстрасенсов, что... Да, что вера в Бога, вера в Иисуса конкретная. Ты атеист, да? Да, я атеист. Хорошо, а твое участие в шоу «Половинки». Ради чего ты тогда пошел? Спасибо. Кто это рассказал? Я смотрела. Да, да, конечно. Я не знаю, что тогда было, но, видимо, мне тогда было скучно, и я решил, ну а чего ж мне не попробовать пойти в какое-то телешоу и найти там девушку, а нашел проблемы. А что за проблемы? Ну там я сначала много с новым каналом ссорился о том, что я как консультант, я ему помочь сделать свидание, но не участвовать. Они там договора, штрафы, давай все прям так давить, я понял, мне легче уже отсняться, как есть и не париться. Я отснялся и все было четко. Это они предложили тебе идею с Алисой в «Стране чудес» или ты сам придумал? Я все сам придумал. Все сам? Да, конечно. Я не могу об этом говорить. А вы после того, как проект закончился, имели какие-то отношения или вы просто так, ну классно? Мы что, пошли в какие-то суши посидели, потом сказали друг другу, что типа, не, ну классно, что это, да, круто. Просто столько херни было. Они нарисовали картину, которую якобы он повесил в наш дом. А наша девушка, она так сильно что-то влюбилась, походу. Она в тебя влюбилась? Наверное, я не знаю. Хотя вела себя как не влюбилась. Да, да. Не, ну я там тоже, мне прав, надо было сразу говорить человеку, что, блин, круто, да, но прям я пока хочу заниматься. Колода карт интереснее, все. Надо было так сказать и все. Как получилось так, что ты был бабником и единственный человек, у которого есть жена сейчас? Я тот человек в плане отношений, что даже моя жена скажет, я прихожу домой, я не думаю о обычной жизни, у меня постоянно мысли, как улучшить компанию, что сделать. Я прихожу домой, мне говорят, ты будешь кушать? Я там в телефоне сижу, что-то читаю, еще какие-то книги и так далее. Поэтому для меня, моя жена, собственно, Наташка, это вообще безумный человек, который меня постоянно поддерживает. Мы просто сошлись характером, потому что мы жили примерно в подобных семьях, и это тот человек, который максимально светлый, максимально открытый, всегда какая бы вообще жесть у меня в жизни не происходила, я понимаю, что этот человек меня там не предаст и так далее. Я когда даже, как ты говоришь, бабником был, я все равно, все мои друзья знали, что я хочу там одну девушку и на всю жизнь. С Наташкой мы просто сошлись характерами, сошлись в быту, мы друг другу очень любили. И ты сразу понял, что ты хочешь, чтобы она у вас стала твоей женой? Да, да. Или понадобилось какое-то время? Это как-то, вот знаете, как щелчок, ты когда понимаешь, что это какой-то шаг, когда ты его переступил, ты понимаешь, все, у тебя фух, вот так. Чего ты прям активно не светишь, что у тебя есть жена? Не хочу, ты знаешь, как у есть, она меня тоже спрашивает, что ты там не светишь. Я такой человек, что я не люблю, когда в мою личную жизнь вмешивают. Ты настолько разочаровался в определенный период времени своих отношений, что сейчас смотришь внутреннее наполнение девушки. Когда ты много раз натрахаешься, вот уже так прям сильно, много, придет момент, когда ты, о, так можно же поговорить, спросить, как дела. А в старости вот это и будет. Вы будете, уже, извините, не сексом заниматься, вы будете разговаривать, вспоминать прожитые моменты. И здесь уже нужно понять, по душе с этим человеком, ты готов слушать каждый день? Любовью и сексом все могут заниматься. А вот поговорить хотя бы час, чтобы было интересно, и в такой обстановке, где только четыре стены, это уже не каждый может. А что это была за ситуация с девушкой, что ты чуть с ума не сошел? Просто человек зацепил внутренними качествами, но не телом. Вот это было круто. Все равно круто, оно все гармонично. Хотелось, конечно, там модель, но от модели кайфа не получишь. Ну, поешь ты это одно мясо, а потом захочешь другое, и все. А также хочется приправки, да, как это называется? Почему эта история трагическая, почему вы не умеете? Трагическая? Я не совсем мог понимать конкретные ее поступки, которые она делала. Они не соответствовали ее словам, вот так сказать. То есть поступок, слова, оно как-то пересекалось, и было ощущение, что человек играет роль. И вот это уже было страшно, что я не мог понимать, играется роль или вот прям вообще непонятно. Поэтому... Если вы с этой девушкой начнете друг друга понимать, есть шанс, что вы будете вместе, или это уже все? Понимаете, суть ситуации. Я на почти уже трехмиллионную аудиторию признался ей в любви, в ледяной воде. Юля, я люблю тебя! Знаете, как у нас есть правило, пи***уха. Вот это правило нужно было мне тогда, вот че, Никита, ты мне не дал под водой тогда? Тебе изменила девушка, это... Да откуда ты все знаешь? Это ситуация с Юлей? Нет, она не изменяла, она прекрасная женщина. Это с другой девочкой ситуация? Да, она изменила и ценила только деньги, материализм. А я такой человек, что вот если мне отдаются, я все, мне прям ничего не жалко, прям на, держи. Поэтому у тебя сейчас в приоритете не внешность, а внутреннее содержание или нет? Ну, чтоб человек стабилен был с тобой. Ну, не прикольно же, если он цепляется за оболочку. Ну да. Конечно, вид, это как бы было бы нехорошо. Если взять вашу команду, сколько у вас человек, какие у вас отрасли и... Основных пять человек. Сколько вы зарабатываете? Это первое, это Дима, который занимается всяким пиаром и так далее, выкладывает ролики и тому подобное. Дима по Ютьюбу, скажем так. Ну, скажем так, да, но это не только Ютьюб, это все. У нас бывает так, что есть задача, кто с ней больше и лучше справится, тому она идет. Я занимаюсь такой больше операционкой, что-то настроить, что-то, найти людей, еще что-то. Не знаю почему, но я понимаю, что это самое тяжелое, оно больше всего у меня энергии забирает. Но я это делаю, потому что это надо. Я понимаю, что если я этого не сделаю, то вряд ли это кто-то сможет сделать еще. Ты как продюсер, да, можно сказать? Мы все как продюсер. Знаете, вот как Зеленский. Он делает то, что он хочет, у него нет никакой цензуры, он выкладывает то, что он хочет. То же самое и мы. Еще магазин у вас, получается, есть. Да. Что вы нам продаете? Приносит ли он деньги? Конечно, приносит деньги, но это такая тема, которая называется инвестиция. Для любого человека, который живет в Украине, он скажет, это большие деньги, я могу на это жить. Мы смотрим исключительно в мировых масштабах. То есть я сравниваю наш магазин, допустим, там с компанией Walt Disney, да, и я понимаю, что я там вот такой, а вот это большая компания. А сколько у вас сейчас стоит выступление? Если втроем, стоимость за полчаса от 2000 долларов будет. С приездом или это в Киеве? В Киеве. Вы говорили о том, что там, если у вас будет миллион, вы поедете в тур по городам Украины. То есть вы думали, что миллион будет не скоро? Мы думали, что миллион не будет не скоро, что к тому времени мы сделаем хорошую программу и сможем действительно ездить. И нам это даст вот такую известность, которая позволит нам собирать залы. А ты занимаешься рекламой, да? У вас у каждого свое направление. У тебя конкретно реклама на канале? Не только реклама на канале. Я вот продажи, реклама, СММ, пиар, вот все, что связано с договоренностями, продать нас, договориться, раскрутить, набрать подписчиков. Вот это все мне было интересно. Ты самая ответственная. Ну да, вот в цифрах обычно я не ошибаюсь. Сейчас как изменился прайс на рекламу и на стоимость вашего выступления? Выросло все. Сейчас YouTube приносит гораздо больше, чем выступления. YouTube больше, да? За счет миллионных просмотров? Миллионных просмотров за счет того, что мы постоянно это развиваем. Если развивать концертную деятельность, она тоже сможет проходить. Но в концертной деятельности у тебя нет карьерного роста. Опять-таки все звезды, когда они выступают на праздниках, они ставят цену от своей медийности. Если мы не будем развивать медийность, мы не можем поднимать цену. Ну вот, соответственно, мы так и решили. Мы будем поднимать медийность. Соответственно, программу можно не менять, показывать тоже, что и всегда, и что мы там хоть 10 лет. А за счет медийности цена будет расти. А за счет программы, даже если ее сделать мега-мега крутой, вас как раз если от медийности сейчас я тебе покажу очень крутой фокус я честно говоря этот трек вообще придумал что-то не вчера но давай с тобой это попробуем тасу эту колоду я давай отойду так вот таким вот образом я встану к стенке так что я ничего не видел теперь смотри достань из центра любую карту абсолютно достала посмотри покажи и в камеру я ее не вижу я не мог я не тебе как никаким образом навязать правильно да клади на коробочку так чтобы ее все видели да и и никто не будет трогать больше вообще никогда не касаться правильно она сейчас в кадре совсем видно правильно ты смотри я не смотрю на вообще на карты давай мечта колоду все да вот сюда смотри сейчас да сейчас секундочку я сделаю на движение я поможешь забрать полностью да и запрячь за спиной и вот эту карту положи который сейчас на столе и положи ее обратно в колоду куда-нибудь в целом и место да в любое место куда хочешь все я могу поворачиваться да все супер смотри я сейчас никаким образом не мог вообще понять какая-то карта что я стоял там сама перетасовала сама достала все верно да посмотри на меня подай мне еще раз колоду я не смотрю на колоду сейчас и делаю движение я понял все это это черная карта это это кресть и это пика это карта которая мне кажется по ощущениям не хватает шестерки пик это именно шестерка ты да давай пять я угадал я так ребят наконец-то вышло большое интервью от magic 5 и будет хоть где-то информация о них вопрос от ребят никита только что показал фокус который он пару дней назад придумал и он очень сложный как вы думаете он угадал какую я карту выбрала находясь возле стены причем ты самая доставала из колоды ну да я тебе не мог никаким образом навязать любую карту которая выбрала ты выбрала осознанно и сделала свой выбор и там все карты были разные это важно спасибо что смотрели если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал если хотите видеть больше классных гостей у меня на канале нужно много подписчиков спасибо что смотрели мы идем постоянно